Я думаю, что нет, а как остальные? Не у народа отобраны, не сворованы, а именно заработаны. Это только сказки, что с нуля можно стать богатым. Сколько будет? Это система так устроена в стране. Что касается этих людей, да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них, еще до того, как мы были знакомы. Например, господин Тимченко, он бизнесом занимался с начала 90-х годов. Здравствуйте, дорогие друзья. Надо же, как везет нашему президенту, что не друг, так олигарх-миллиардер. Или вскоре таковым становится. Даром говорится в той пословице, что не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А здесь, похоже, получилось и то, и другое. Ровно сотня миллиардеров появилось в стране за последние 20 лет. Замечу, что в лихие 90-е их было не больше шести. А как везет нашим главным чиновникам и депутатам с их женами и детьми. Все успешные бизнес-леди и мэны часто мелькают в рейтингах Форбс. Вот и снова, недавно в России появился новый миллиардер, проживающий, конечно, в Лондоне. И опять, по счастливой случайности, он оказался сыном топ-менеджера Газпрома. А вот как разделяют такое счастье наших вас имущих простые россияне, мы узнаем на улицах провинциального города. Это Глаз народа. Весь мир удивляется, что у нас растут миллиардеры в нашей стране. Как они растут, как тратят свои деньги. А как вы думаете, этим надо гордиться? Я не знаю. Я не думала на эту цену. Не могла ничего сказать. Ну, это говорит о том, что наша страна богатая такая, что и успешная? Я думаю, что нет. А как остальные живут? Конечно, нет. Меня удивляет то, что когда у нас кризис, после кризиса у нас удвоилось число миллиардеров, было высказано, это по телевидению было сказано. А вот вас не смущает, что многие из них друзья Путина? А я этого не знаю. Не знаете, да? Если это деньги не у народа отобранные, не сворованные, а именно заработанные умом, то это здорово. А то, что-то наворовать, это пока не плохо. А вы готовы стать миллиардером? Есть такой вариант. Я не знаю. Вы уверены, что вы можете, допустим, стать миллиардером? Ну, как бы хотелось бы, но, не знаю, потянули на себе этот груз ответственности. А вообще страна наша настолько богатая, чтобы столько миллиардеров был? Да, думаю, да. А вы считаете себя богатым в этой стране? Духовно. А материально? Нет, ну, нет. Почему нет? Ну, потому что... Вы не хотите подтягиваться за Усмановым или что? Нет, не то, чтобы считать богатым. Богатым, опять-таки, относительно. Если, допустим, относительно в нашем городе богатые люди, это определенная касса, допустим, которая зарабатывает определенное количество денег. А для Москвы эти люди бедняки. Хорошо. Вы сказали, что вы морально богатый или как? Духовно. Духовно. А расскажите, как это? Ну, я считаю, что я счастливый человек просто-напросто. Радуюсь жизни, радуюсь мелочам, радуюсь людям. Дети есть? Детей еще пока нет. А как появится? Будете настолько же радостны? Буду еще более богатым. Чем кормить будете? Поить? Воспитывать? Учить? Ну, как-то будем зарабатывать. А вы уже планируете, как вы будете зарабатывать? Вы знаете, где вы будете зарабатывать? Ну, где... Не могу сказать конкретно, но думаю, выкручусь, в любом случае. Как-то дожил до этих лет, зарабатывал. На плюшки хватает. Никому не нужны мы. Как вы думаете, почему такая несправедливость в нашей стране? Одни миллиардеры, одни богатые, а другие такие бедные. Ну, власть. Власть так позволила. А вообще реально в нашей стране с нуля стать богатым, как вы считаете? Ой, это только сказки, что с нуля можно стать богатым. Сколько вот мы работали, я всю жизнь, 37 лет стажа проработала, всю жизнь, всегда старалась хорошо работать. Но, однако, я минималку заработала пенсию. А как эти миллиардеры за 3-4 года стали миллиардерами? А как они так умеют? Воруют, наверное. А мы не умеем воровать. Воспитание? Наверное. Нас в то поколение, нас всегда учили, что только надо честно. И работали всю жизнь не на себя, как говорится, а на государство. А от государства нам. А как же так получилось, что у этих людей, у тех, оказались в руках все наши богатства, заводы, фабрики? Это, пускай молодые думают об этом, нам уже. Извините. А как вы считаете, у нас страна действительно такая богатая, успешная, что столько много миллиардеров? Ну, страна, конечно, богатая. А вы считаете себя богатым в этой стране? Нет. Почему вы не считаете? Ну, богатым именно финансово? Ну, да. Нет, не считаю. Ну, потому что в сравнении с теми жизненными запросами, я недостаточно богат, ну, обладаю средствами, чтобы считать себя богатым. А вас окружают богатые люди? Нет. Слошь и рядом? Нет. А вы говорите, богатая страна. Как так? Нет, страна-то сама по себе страна богатая. И в ней много богатств. Ну, просто они распределяются не на всех, а на какой-то круг людей, которые обладают определенными. А вот дети чиновников, жены губернаторов живут богатейшие. Вот они там Forbes, журнал Forbes даже ходят. А что, знаете, они такие успешные, такие талантливые? Дети? Да. Дети, жены. Ну, может быть, какие-то есть успешные, есть талантливые, но в большей степени из-за того, что у них родители богатые, поэтому и они богатые. Все же родители стараются, чтобы их дети были успешные, если у них есть финансы. В стране, как грибы, растут миллиардеры. В чем причина? Если честно, я даже не задавалась этим вопросом, потому что... А вас приполняет за это гордость, что у нас столько миллиардеров? Ну, обидно, то, что люди рабочий класс работают, а откуда вот такие вот... Зарплат нету для рабочего класса, а вот у миллиардеров почему-то вот они постоянно появляются и появляются и растут. Их много становится, а люди вот выживают. Ну, потому что у нас у рабочих заплата маленькая, а у них откуда-то деньги берутся. А как вы думаете, откуда у них берутся деньги? Воруют. Ну, а куда смотрят правоохранительные органы? Как не вы видели, чтобы они смотрели. Они сами такие же, какие они. Воруют себе подряд, кому не лень. Так что тут... Ну, страна наша, она безразмерная, то есть сколько еще может быть таких миллиардеров, как вы считаете? Да сколько угодно, мне кажется. Надо просто Путину взяться за них. А что Путин-то не берется за них? Не знаю. Почему не знаете? Ну, может, некогда его просто, а так кто его знает. А, некогда, вы говорите? Да, наверное, он делами занят этими, какими. Ну, государственными. А вот скажите, а то, что половина этих миллиардеров – друзья Путина, это что значит? Да кто его знает? Может, так и говорят, а может, они не друзья. Я только не знаю, оттверждать не буду. Как в России растут миллиардеры? Разве вас эта гордость вас не берет за это? Ну, они же родственники, по большей части они же родственниками являются. Чьи родственники? Ну, миллиардеры как растут? По сути, сын, отец, то есть, династия, получается. А какая династия у нас в России, может быть? Ну, я по фамилии не смогу сказать, но, во всяком случае, всегда даже было известно на слуху, что сын работает в фирме отца, допустим. Отец – продолжитель рода своего именно в бизнесе. Поэтому отсюда и выросли. А вот вас не смущает, что наши миллиардеры из 90-х годов вышли из таких же хрущевок, как и мы все? Ну, там уже были другие условия. Ну, вы считаете, что это были справедливые условия? На выживание, возможно, на то время, может, было и справедливо. А вот сейчас новые миллиардеры появляются? Ну, как сейчас? Каким образом они появляются? Возможно, старые методы, никто не знает. Но, не знаю, я не считаю, что... Я, по сути, считаю, что человеку нужно не совсем много для жизни. И для чего они зарабатывают столько, имеют столько, зачем им столько, я не понимаю. У нас предприятия прибавляются с каждым годом или отнимаются? Я считаю, что отнимаются просто на просто. А от миллиардеров прибавляется? Это как? Ну, это система так установлена в стране. А кто выстроил эту систему? Естественно, власть. А мы куда смотрели? Ну, народ у нас, во-первых, боится. Во-вторых, ну, как бы не буду говорить. Очень плохо. А как вы считаете... Просто пассивный народ у нас. Как вы считаете, терпение народа, оно безграничное или когда-то у нас закончится? Я думаю, когда-то закончится. Потому что все-таки идет тенденция к тому, что народ еще больше нищает. Ну, и когда уже это коснется таких, допустим, людей, которые служат в армии или в полиции, тогда может начаться непредсказуемое в стране. А виноват в этом будет сам народ или власть? Нет, естественно, власть. Она сама, как бы, будем говорить так, пилицу, на котором сидит. Дорогие друзья, не секрет, что Россия поражает весь мир тем, как множится число ее миллиардеров. А еще больше тем, как легко транжируется их богатство. Жаль только, что сама Россия в этом празднике жизни является не больше, чем всего лишь источником извлечения прибыли для них. Дорогие друзья, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал Аврора. И до скорой встречи. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова